Встреча жителей Сергиево-Пасадского района с руководителем Госадомтехнадзора Московской области состоялась после планового инспекционного объезда, во время которого были осмотрены площадки, дворы и парковые зоны. Мне очень важно, чтобы понять для себя, прежде чем разговаривать с муниципальными чиновниками, люди знают, что происходит, люди видят ли перемены в своем регионе, в городе, в сельском поселении, в городском поселении, где они живут, есть ли эти перемены. Встреча с жителями прошла в режиме вопрос-ответ. Все жалобы и предложения тут же вносились в протокол, как и во время осмотра территории района. У нас несколько дворов попало в программу по благоустройству. Это было 13 февраля 2015 года. На этой программе нам было предложено благоустройство наших дворов. Предложили контейнерную площадку сделать посреди детской площадки. У нас, хотя дома оснащены мусоропроводами, нам это не требуется. Три столбопа, насколько я помню, предложилось наш двор по освещению. И информационный стенд. Вот из всего этого стоит информационный стенд. Во-первых, мы проверим, этот двор заявлен ли в программу по благоустройству и прислан ли по нему отчет, что он комплексно благоустроен. У меня просьба неоткатый долгий ящик. Привести полную проверку, вот потому что было сказано, чтобы получить объемную картину. Я очень удивлен, честно говоря. Особенно этим двором. Жители задавали руководителю госсадом технадзора разные вопросы, большинство из которых давно волнуют сергиево-посадцев. ОООЛНТ. Мы ее и вообще все в городе называют свалкой. Вонь вообще неимоверная. Как они говорят, что они в течение двух дней этот мусор разбирают и вывозят. Этого нет. У нас находится в первом подъезде козырек, когда выходишь из дома. Этот козырек держит один столб. Это столб снизу, плиты уже все упали. Вот на таком кусочке плиты держится вот такой огромный столб. В любое время он может упасть и раздавить жильцов наших, любого. Обращались мы в компанию свою. Полгода написали, подписали заявление. Они сказали, мы с вашего дома очень мало собрали денег. 180 тысяч. И не хватает, чтобы вам сделать вот эту отмостку. Он должен делать то, что ему положено делать. И мы его это заставим. Во время встречи с жителями Татьяна Витушева не только отвечала на вопросы, но и сама их задавала. Еще один момент, который я при объезде увидела. Большое количество хаотично припаркованных автомобилей. Проблема для города? Да. Проблема для города, да? После того, как все вопросы были исчерпаны, главный государственный административно-технический инспектор Московской области подвела итог своего визита в Сергиево-Посадский район. Если достремиться, нужно понимать, что наследство новой власти досталось непростою. Но я хочу сказать, что а кому легко, собственно говоря. Поэтому это тоже надо понимать. После встречи с жителями уже за закрытой для прессы дверью прошло совещание с главами поселений. Татьяна Сташенко, Кирилл.